Раздолью В основе изменений пожелания посетителей немалую роль в развитии парка играет и общественный совет. Вот сегодня вместе с руководством зоны отдыха подводят итоги года уходящего и строят планы на будущий. Но самое главное, общественникам предстоит проверить, готов ли каток к открытию. Первыми на лед вышли юная фигуристка Ксения и Дед Мороз со Снегурочкой. С Новым годом всех! Скажем, все наши желания в следующем году обязательно сбудутся! Можно со своими или взять на прокат. Коньки в раздолье есть на любую ногу от 26 до 48 размера. А юная спортсменка уверена, покорить лед может каждый. Для этого нужно совсем немного. Надо держать равновесие. А еще что нужно делать? Держать руки. Как держать руки? Покажи нам. Так. Для равновесия? Да. В хоккей в раздолье не поиграешь, а вот просто покататься на коньках – добро пожаловать. Тем более, что техническую проверку он уже прошел. Общественники рекомендуют. Лед прекрасен. Я не была на катке уже два года. Лед очень скользкий, а это свидетельствует о том, что он очень хорошо залит. Никаких бугров, ничего нет. Каток падает прекрасно. Ну и катается, конечно, тоже атмосфера, свет, музыка. То, что надо для хорошего зимнего настроения. Для массового катания каток в раздолье откроется уже на этих выходных. Он будет работать с 11 и до 21 часа по будням. И с 10 утра до 10 вечера по субботам и воскресеньям. С двумя перерывами на техническое обслуживание. Вход с этого года на каток платный. Для детей до 12 лет от 150 до 200 рублей. Для взрослых от 200 до 250. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.